Всем привет, друзья! Сегодня такое необычное у меня состояние. Я лег в 7 часов утра спать, а проснулся в 4 часа вот уже вечером. Ну а сейчас обзор записываю, сейчас где-то, наверное, 5 или 6 вечера. Вот как-то так. Ну так получилось, по телефону разговаривал. В общем, странное такое ощущение, когда ты просыпаешься, а на улице уже темнеет, и через пару минут уже темно. Как-то вот для организма это непонятно. Вот. Это я к чему? Если буду немножко тормозить, вы поняли, с чем это связано. Значит, сегодня я вам хочу рассказать о сигаретах парламент. Найт Блю меня просили сделать, и сегодня у нас будет два парламента. Это, собственно, российский, вот он, и казахстанский. А так выглядят у нас пачки. Как видите, они отличаются только нашлеп этими акцизами. Сзади. Что у нас тут написано? Ну, российский делается, понятное дело, Филипп Моррис. Эти тоже Филипп Моррис. И они, я так понимаю, сделаны именно, да, в Казахстане. Да, Филипп Моррис, Казахстан. То есть это не российский парламент. Казахстан сам выпускает данную марку сигарет. Например, Ротмандскент Россия им туда поставляет. Значит, наш у нас 18-го года. Цена 165 рублей. Вот так вот выглядит оно все внизу. А этот 2019 года, май. То есть этот посвежее. Год всего лишь пачки. Май 19-го года. Вот там снизу, я надеюсь, будет видно. Цены, конечно же, здесь нет. Значит, наш выглядит следующим образом. Внутри тут вырез такой. И вот эта перфорированная бумага парламентовская. Значит, внутри сама сигарета. Белый фильтр. Надписи парламент. Nightblue от окольца перфорации ближе к концу. И, соответственно, бумага здесь у нас, как вы знаете, вся исписана надписями парламент вместо полос. Фильтр мультштук обычный. Я не знаю, как в новом, но в новом, по-моему, парламенте сейчас мультштук. Да, вот я Aqua Blue курил. Вы уже видели, наверное, обзор. Там это самое. Плотный такой фильтр. Здесь обычный еще. Обычный, но он очень жесткий. Далее. Казахстанский выглядит следующим образом. Тут, наверное, акция какая-то была или что. Вот видите, как бы под ночной город такой сделано. Вот. И там у нас тоже бумажки. Бумажка с перфорацией. Ну, все то же самое. Сама сигарета отличается. Она выглядит следующим образом. То есть, отличие, видите, здесь не серебряное колечко, а темно-синее, где написано Night Blue. Все остальное... А, и надпись располагается вертикально. Вот. Ну, это потому, что казахстанский парламент свежее. Насколько я знаю, а я уверен, я точнее знаю, российский парламент выглядит сейчас точно так же, как казахстанский. Вот. Просто у меня 18-го года. Фильтр обычный. Тут еще. И фильтр тоже такой же упругий. Значит, казахстанский набит один провал, как видите. Российский. Ну, то же самое, только в другом месте, как вы видите. И вот тут немножко уже сыпалось на табакам. Ладно, давайте закурим. Сначала наш. Потом тот закурим. Голова немного дурная. Ну, когда у тебя есть режим, ты засыпаешь определенное время. Да, ну, примерно плюс-минус. И просыпаешься так же. Вот. А тут просто сбив такой. И я как бы поспал с 7 до 4. Ну, то есть, вроде бы, достаточно по времени. Но ощущение такое, как будто я не спал. Я не знаю, как это работает. Ну, вернее, знаю, как организм привыкает к определенному времени. И он, как бы, в то время, когда я бодрствовал, он должен был спать. И наоборот. В общем, как-то так. Ну, непосредственно к парламенту возвращаемся. Курю, кстати, на свежий рецептор. Это первая сигарета у меня за сегодня. Запах табачный. Вполне себе. То есть, ничем он таким не воняет. Никаких тут less smoke smell. Никаких сахаров, там, этих зефиров, вернее, да, соусов. Запах вполне себе нормальный. Нормальный. Проходят они очень мягко. Не першат, не режут. Вкус здесь табачный. Я даже что-то удивлен, вы знаете. Наверное, потому что не приходилось мне его на свежий на чистые рецепторы курить. Сигареты парламент. Как-то слишком хорошо он идет. Аж сам сейчас сижу и удивляюсь. И что хорошо, здесь, я думаю, что соусирование тут какое-то есть все равно, хотя оно не явное и плюс. Смотрите, вот парламент это те сигареты, которые могут лежать долго, пачка 18-го года. То есть, вы прикидываете, когда я ее в первый раз открыл, да. И вот я сейчас курю. Ну, это нормальные сигареты. Вот если Винстон, например, вы красный откроете, он не то, что через два года, он через пару дней, он уже будет не таким, каким он был изначально. А вот, пожалуйста, парламент. То есть, как бы тут уже видно, за что ты переплачиваешь деньги. Ну, в данном случае 165 рублей, а на момент снятия обзора стоит он где-то 200. Я вам хочу сказать, что сигареты действительно неплохие. Я всегда говорил, что парламент это неплохие сигареты, но они стоят очень дорого, необоснованно дорого. То есть, здесь, вот стоили бы они 120 рублей, это были бы отличные сигареты. Здесь на 120 рублей, вот, вот так просто всего. Качество, табака, там, качественно химии и так далее. Но за 200 рублей, за 156, за 165, это, конечно, вот это единственный нюанс. И, конечно, главный их минус, я думаю, вы заметили, скорость горения. Я только подкурил сигарету, сделал небольших затяжек несколько. Смотрите, сигареты уже нет. Кстати, современный парламент, он просто подсох. Современный парламент, вот, вы видели, наверное, на новой Акваблю, обзор у меня, он более ныне, как бы, долго горит. Ну, дольше, чем этот. Сейчас я запью, вот такой вот штучкой, и закурю казахстанский. Чтобы его, как бы, сравнить. По-российскому вердикт таков, что сигареты-то неплохие, но стоят дорого и горят быстро. И да, крепость здесь нехимическая, в отличие от того же красного Винстона, которого я упоминал выше. Нехимическая. Здесь должно быть, по-моему, 9, ой, нет, я... 8.06 или 8.07. Я вот, честно, я не помню, какие должны быть у него показатели, у Найтблю. Но по крепости они, конечно, уступают тому же красному Винстону. Закуриваем Казахстан. Вот так вот пачка выглядит, напоминаю. Смотрим, что здесь. Значит, запах здесь такой же, как, в принципе, и в российском. Пахнет табаком. Извините за уведомление, я забыл отключить звук. Пахнет табаком. Ничем больше не пахнет. Проходят они очень мягко. Не першат. То есть, по своей концепции общей, они совпадают с российским. То есть, это не какие-то кардинально другие сигареты. Примерно то же самое. Вы заметили, как часто я снимаю обзоры, и как часто вы, вернее, как часто вы в моих обзорах слышите эти мигалки. И это в основном скорые. Мне аж страшно становится, если честно. Такое ощущение, что как будто каждый раз, когда я снимаю обзор, кто-то в больницу попадает. Ну, так оно и есть, судя по всему. Значит, не об этом. Вы знаете, вот сейчас я курю на контрасте с российским. Вот эти сигареты чуть легче. Казахстанский парламент чуть легче, чем российский. И по вкусу это странно, потому что раньше я вроде бы курил их. Как-то... Ну, в целом идентичны, примерно, по вкусу они. Но вот почему-то я в казахстанском парламенте сейчас ощущаю, помимо табака, во вкусе какой-то... Бумажный такой привкус. А вот в российском моего нет. Это даже странно. Мне раньше казалось всегда, что парламент казахстанский был лучше. Ну вот, я сейчас перед этим курил российский. Я же не придумываю, я знаю, о чем говорю. Вот здесь привкус с небольшой бумаги есть. А в нашем я его не чувствовал. Это странно. И они легче. Возможно, знаете, просто так как эта пачка, она год, ей год, а вот этой пачке два года, в российском просто выветрилась вся вот эта ерунда, и он подсох, он стал чуть крепче, и он как бы более табачный что ли стал, я не знаю. А этот просто еще не успел достигнуть той консистенции. Я думаю, что если год еще пройдет, и его закурить, то он станет, наверное, таким же, как и российский. Но здесь почему-то я чувствую небольшой, вот просто небольшой, неявный, но есть привкус бумаги. Вкус все-таки у российского почему-то табачнее мне показался. Ну, скорее всего, просто потому что, как вы знаете, сигареты ухудшаются не только в России, но и в Казахстане. И вот год прошел, видимо... А я думаю, что если взять современный Night Blue, то он будет, ну, наверное, такого же уровня, как казахстанский. Тут не совсем просто точное сравнение, потому что партии разных годов. Но горит он, по-моему, чуть медленнее, чем российский. В общем, и в целом, что я могу сказать? В принципе, если вот не обращать внимания на этот бумажный привкус, сигареты идентичны друг другу. Только вот данная пачка стоит, допустим, 110-120 рублей, 130 где-то так на сегодняшний день. А эти стоят 200 рублей. Ну, вы должны понимать, что вот особо тут смысла переплачивать нет. И поэтому, если вы курите парламент, то, конечно, лучше, наверное, взять все-таки казахстанский. Вот как-то так. На этом все. Спасибо за внимание. И всем пока.